Глава региона провел совещание, на котором обсудили планы развития местной индустрии сотовой связи. За прошедшие три года подключены все местные школы, фельдшерские, акушерские пункты и больницы к высокоскоростному интернету. Однако работы еще предостаточно. У нас есть мертвые зоны, так называемые, когда мы едем в сторону Николаевского района, Преслониха, которая является заповедником, где нельзя устанавливать базовые станции. Но сейчас найдено место и в Преслонихе, я думаю, что в ближайшее время должна появиться сотовая связь. Алексей Русских ознакомился с официальными данными по подключению города Ульяновска и районов. Всем операторам сотовой связи глава региона поставил задачу. Уровень покрытия Ульяновской области, мне тут написали, что 98% народа, думаю, что этот цифр намного завышен. Потому что я сейчас много езжу по области и смею вас заверить, что 98% абсолютно нет. Остаются проблемы обеспеченности малых населенных пунктов. Есть сложность с зоной покрытия сотового связи в федеральных газ, проходящих по территории региона. А это вопрос безопасности. Перепроверять цифры и решать вопросы нехватки оптового окна будут чиновники. А вот некоторые специалисты сотовых компаний на этом совещании удостоились благодатственных писем. За интенсивную работу и прорыв цифровизации региона. Екатерина Григорьева работает в крупнейшей компании сотовой связи. Эксперт по продажам перевыполняет планы и не боится браться за сложные масштабные проекты. На этот год у трудолюбивой девушки уже все распланировано. Сейчас, наверное, один из самых крупных проектов – это автоматизация, диспетчеризация ритейла. Есть такой проект у нас с одной крупной розничной сетью. К сожалению, не могу пока разглашать, поскольку это пилот. Суть задачи – эффективность работы всех систем и возможности удаленного контроля управления. На цифровизацию Ульяновской области средства поступают из федерального бюджета. В период с 2019 по 2021 годы выделено 476 миллионов рублей.